Бессмертный как огонь, спокойный как гранит. Мы армия страны, мы армия народа. Великий подвиг наш и история хранит. Никто не останется без внимания. В преддверии Парада памяти, который в этом году посвящен солдатской славе, юнормейцы проводят у Домов ветеранов патриотические акции. Сегодня поздравляют почетного гражданина Елену Васильевну Шпакову. Елена Васильевна, поздравляем вас с праздником. Символ своего времени Елена Васильевна Шпакова. Она оставила Москву в далеких 50-х ради работы в Куйбышеве. Позже, благодаря ее труду, город получил народное название «Шоколадная столица». А ведь этого могло и не быть. За право построить фабрику боролись десятки городов. Москва, Ульяновск, Новосибирск, Киев. Победу уже праздновала столица. Но Елена Васильевна смогла доказать, что лучший шоколад смогут приготовить только здесь. Накануне парада памяти она вспоминает и тяжелое военное время. Когда ей было 16 лет, она попала под бомбардировку и получила тяжелую травму. Тогда ее поддерживали родные и одноклассники. Готовы ходить на головах, чтобы только я могла улыбнуться хоть чуть-чуть. Вот такое состояние. Ну, потом они подросли. Они уходят на фронт, все мальчишки наши. Они, Лена, мы за тебя отомстим. Вот они ушли на фронт, отомстили. И погибли они все. Один вернулся, Виктор, в сторону. У него моя карточка, фотография была. С первых уст мы можем узнать все, как было по-настоящему с того времени. Для меня это имеет очень большое значение. Я этим горжусь. И мне безумно приятно, что я могу познакомиться с таким очень важным человеком. И считаю, что каждый год это надо отмечать и уделять этому как можно больше внимания. Парад памяти, который в этом году посвящен солдатской славе, пройдет на площади Куйбышева 7 ноября. Почетными гостями станут ветераны. Не забудут и о тех, кто по состоянию здоровья не сможет прийти. Юнормейцы проведут у кого их домов патриотические акции. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События. Стой!